Созданный российский антивоенный комитет намерен заниматься представительством интересов россиян, выступающих против войны, ожидается, что комитет составит антивоенную декларацию, подписав которую человек делегирует комитету право представлять его интересы. Охеренно, да? Я против этой войны, но я никогда не подпишу декларацию такую, что какому-то комитету делегировать свои права. Это что за хрень такая? Это полная жопа, да? Кому делегировать? Для чего? Для того, чтобы они Чубаси привели к власти? Что хочет этот антивоенный комитет? Мы хотим революцию, мы хотим уничтожить режим Путина. Они не хотят войны, а всего остального хотят. Вот вопрос к ним. Пусть они вначале определятся, потому что очень интересно. Вот Кирилл Серебренников призвал снять санкции с Романа Абрамовича. Нифига себе, да? Вот этот вот Серебренников. Ну, понимаешь, что он вор и жулик, и недаром его там, Путин-то, судили за жопу, взяли с деньгами. Да. Отвечая на вопрос про Абрамовича, говорит, что поддерживает многие... Абрамович поддерживает многие проекты, которые не нравятся властям. То есть, Рома Кошелек Путина поддерживает то, что не нравится властям. Это, поверьте, достойный человек. То есть, тот, кто 30 лет разграблял Россию, достойный человек. Это можно сказать только самый недостойный человек. Вот Серебренников, я как был о нем, не очень хорошего мнения. Теперь мое мнение еще хуже. И вот спрашивают этого Серебренникова о сотрудничестве с Сурковым. Он говорит, что тогда это было не подло сотрудничество с администрацией президента. То есть, администрация президента, которая стояла за всеми вообще самыми подлыми вещами, за войной в Чечне, уничтожением чеченского народа, за теми вещами, которые в 2014 году были, за разграблением России, за уничтожением народов России. Это было сотрудничество не подло. Потому что они ему денежку давали, этому Кириллу Серебренникову, который он пиздил. Поэтому это не подло. Себя-то он порядочным человеком считает. Вот Абрамович тоже порядочный человек. И прочее, прочее. А другие вот люди из комитета этого антивоенного, они говорят, да, ну, Абрамовича, конечно, надо выводить из-под санкций, но он должен сказать, что он против войны. Ни хера себе. Просто пенец какой-то. Представляете, какие-то люди убивали, грабили там и так далее. А потом кто-то из них решил покинуть банду. И ему говорят, да, ну, вообще, в общем, выходи из банды, ничего страшного. Ты скажи, что ты против всех этих вещей. И все, и можно спокойно с награбленным там дальше не только распоряжаться награбленным, но и грабить дальше можешь. Ну, ты же против войны, все отлично, значит, можно продолжать грабить народ России. Просто и что происходит. И вот вам сейчас это будут стюхивать в уши, вам будут это сейчас лить в голову, понимаете? Ватником это ни хрена не зальешь. А вот вам это будут заливать либеральная публика, что да, там какие-то Абрамовичи, Фридманы там, они же против войны, они против Путина были, они там как-то вот даже помогали, поверьте, это достойные люди и прочее, прочее. Вот эти воры, жулики, подонки, которые уничтожили фактически Россию, да, которые поддерживали, обеспечивали режим вот этого карлика, блядь, ничтожного. Не будь их, мы бы давно сожрали, эту сволочь. Кирилл Тридцати Серебренников, абсолютно точно, вот это вот правильно, вот это вот возьмите, Кирилл Тридцати Серебренников, и везде распространяйтесь. Так оно и есть. Ну, это самый подлый вариант. Я хотел сходить на Каннский фестиваль, да, и тут, тем более, недалеко, и посмотреть этот фильм. Ну, все, я сказал, что мне никакие билеты не нужны, потому что я не хочу смотреть фильмы этого Серебренникова. Мне будет все время противно, я буду понимать, что это сделал человек, для которого Абрамович достойный человек. Вячеслав, есть у Абрамовича шанс стать вместо Путина? Нет ни единого шанса у Абрамовича стать вместо Путина, но у Абрамовича есть огромные шансы поставить такого же Путина на место Путина. Да, как он поставил Путина, блядь, поставить такого же Путина на место. Совершенно спокойно. поэтому это наш дичайший враг лютый враг просто лютый вы должны понимать что режим путина все он подыхает а ведь они пока не то что не подыхают они как птица феникс возродились из пепла и получили к новые когти это будут самые большие борцы с режима путина вот пройдет еще несколько месяцев вы услышите что это будет это они всю жизнь боролись кто такие мальцевы все эти твачи никто это живот и это борцы то самый главный миллер там с газпрома тоже ведь тех москвы финансирует скажет борцы и вы чё